Матиас Эке – успешный политик от Социал-демократической партии. Ему 41 год. В этом году он снова баллотируется на выборы в Европарламент, где он уже зарекомендовал себя как защитник демократии и гражданского общества. В минувшую субботу политик расклеивал плакаты в пригороде Дрездена, когда четверо неизвестных напали на него и избили так, что ему потребовалась экстренная операция. По данным полиции, незадолго до этого эти же люди атаковали сотрудника предвыборного штаба партии «Зелёных». В Германии в последнее время участились случаи нападения на политиков. Канцлер страны Олаф Шольц призвал накануне к борьбе против правого экстремизма. «Мы никогда не должны мириться с подобными актами насилия. Мы не должны пожимать плечами, когда они происходят то тут, то там, как, например, в случае с недавним нападением на кандидатов от партии «Зелёных», когда мы видим, как это происходит в отношении региональных политиков и мэров небольших городов. Подобные действия угрожают демократии, и поэтому пожимать плечами ни в коем случае нельзя. Мы должны противостоять им вместе». По данным полиции, напавшие на Эке были молодыми мужчинами, одетыми в чёрное. Свидетели охарактеризовали их как правых радикалов. «Это именно то, чего хотят неонацисты и крайне правые. Они хотят уничтожить демократию на местном уровне. Эта угроза никогда не была сильнее с момента воссоединения Германии. Думаю, что резкие слова канцлера очень важны». Политики всех партий Германии, включая правопопулистскую АДГ, осудили нападение на Матиаса Эке. Но многие видят в этом тревожные отголоски самых мрачных времён страны.